мы выезжаем из томска в новосибирск выезд через три минуты никого нет машина заперта добрый день утро или ночь когда вы смотрите это видео сегодня чуть особенный день потому что это самая короткая дорога и в новосибирске там будет конференция большая молодежная конференция и мы попадаем туда и там тоже можно говорить о нашем туре и о молодежи многим-многим молодым людям которые будут там на конференции сегодня у нас просто радость с нами едет наш друг молодежный пастор из томска алексей жильцов это мой друг и наш друг наши церкви церкви прославления город томск и он ей проповедует на молодежную конференцию в сибирь в новосибирске я еще одну вещь понял если сам ничего не сделаешь по поводу твоей мечты вообще никто ничего не сделает по поводу твоей мечты ленивым страшно мечтал и наехали мы доехали до новосибирска вот нас как всегда очень хорошо принимает сейчас мы будем обедать и у нас сегодня самая длинная стоянка спасибо самая длинная стоянка я слова забыл вот и мы отдыхаем и в 7 вечера будет вечернее богослужение на конференции молодежная здесь в сибирь называется километре до дома это о чем речь и каждый километр имеет какой-то смысл для нас тоже не знаем что если мечты которые мы имеем жизни должны получиться тогда нам надо просто продолжать и мы продолжаем и мы доехали до новосибирска у нас но случайно в принципе здесь есть молодежная конференция наш молодежный пастырь алексей он здесь и мы были с ними сегодня говорили о туре я проповедовал тоже вечером и и говорили об этом как как важно посвятить свою жизнь господу когда мы молодые потому что все времена жизни они конечно важны и иногда есть люди которые они слышат и в англии как взрослые да понятно только как все взрослые они покаются но оптимально это конечно отдать жизнь иисусу когда мы молодые чтобы мог использовать это время чтобы готовить нас на будущее для будущего когда человек молодой тогда время когда он может сделать принципиальные решения своей жизни когда может инвестировать правильные образования и начинать служить в церкви использовать свои таланты я так выросли я так так рад за это и говорили об этом сегодня и люди съесть тоже паса василий наталья так дружно приняли нас и очень-очень рады за то что все получилось и завтра утром новая этапа в омске вчера поменяли масло посмотрели машину всю по техническому состоянию и представляете мы в красноярске меняли резину второй раз уже у нас большой груз тяжелая машина и резина она уматывается по нашу дорогу и шиномонтажник нами закрутил левое переднее колесо и вчера за 100 километров до новосибирска мы думали что у нас машина просто разваливается все подшипники загудели приводы вырвало что-то произошло еле-еле доехали до новосибирска но слава богу это было просто колесо и слава богу мы вообще доехали и господь нас хранит дороги хорошие сутки были съезд но северские приехали вечером был на молодежь на конференции и ночевали вместе с разными водителями и сейчас поедем в сторону омск увидимся на дороге приехали первые сто семьдесят или двести километров кофе очек опять холодно когда едем конечно мы случайно встречаемся с многими разными людьми мире много много людей и сейчас только что встретили с одной парой из новой зеландии который едет тоже здесь на отпуске через россию и всегда можно что-то сказать о боге тоже христианской вере и быть вежливым и стараться идти какие открытые двери и это тоже путешествие это не только доехать до цели это тоже кто есть налево и направо кому кого я могу благословить что мы едем все время и справа и справа и справа и справа и справа нет дождя и слева есть дождь и на посередине я только не помню с какой стороны с этой листой мы доехали до омска и и тогда здесь мы встретили я первый раз жизни в этом городе но когда когда мы были на встрече сегодня там было много людей я думаю эта встреча отличается тем что именно концентрация молодежи на встрече зашкаливала было больше всего молодежи из всех встреч которые мы проводили до сих пор да и хорошо было разговаривать с ними тоже о нашем туре о дорогах от селях и к и как важно что если у нас есть что-то от бога что мы хотим делать это важно понимать что быть верными это это главное и мы все имеем хорошие причины оставаться во всем чтобы он призывает нас и дина но оставаться нельзя вообще нельзя за это время мы проехали кстати мимо территории китая монголии и сейчас мы проезжаем мимо территории казахстана там где кстати родился вот так и тянет туда сорваться и это страна который на юге из россии там тоже конечно есть большие нужды и я уверен я все время буду уверен что в россии есть большая миссионерская большой миссионерской призвание и когда церкви раздут то тоже будет больше ресурс и я думаю тоже чтобы послать миссионеров и быть благословением для других народов в этом мире ну и не забывайте следовать за нами в социальных сетях писать свои комментарии жертвовать на сайте тур волмоз . org все вышеперечисленное является для нас большой поддержкой и мотивация ехать до конца ради большой мечты которые в окна а мне на самом деле что что еще один раз привет из омска завтра едем на урал